Народ, всем привет! Это новая серия про США, и сегодня мы будем с вами говорить про покушение на Дональда Трампа. Просто посмотрите эти карты. Продолжение следует... Продолжение следует... И вы знаете, как говорится, история циклична. Повторяется просто тот же самый сценарий, который они сделали с Кеннеди, а потом с его братом. Но Дональду Трампу все-таки повезло, да? Как говорится, парень стрелять не очень умеет. Давайте об этом поговорим. Поехали! Самое интересное, наверное, в этом всем, в том, что теперь в этой предвыборной гонке Трамп не просто вероятный кандидат на победителей в этих выборах. С 90% вероятности абсолютно все медиа и социальные опросы согласны, что он станет следующим президентом Америки. Это просто капец. На самом деле мы были просто на грани, наверное, от гражданской войны. Так как вы все знаете, что штат, например, такой, как Флорида, он вообще против демократов. Здесь реально республиканский штат. Техас, например, это республиканский штат. И эти все штаты, так и как и все остальные, которые реально сейчас поддерживают Дональда Трампа, которым не нравится повышение цен на все, которым не нравится вот эта вот ЛГБТ-повесточка, да, сейчас Байденом навешанная, которым не нравятся нелегальные иммигранты, они все что? Правильно, будут голосовать за Трампа. И в этой ситуации все были просто шокированы. Вау! Ровным счетом тот же самый сценарий. Если вы вспомните, бывший президент Америки, это Кеннеди. Его застрелили просто в его кабриолете, когда он ехал. Затем, что произошло с его братом? Точно так же брат баллотировался на выборы. И когда было понятно, что с вероятностью в 90% он выиграет выборы, американское глубинное государство что сделало? Убрало его. Вот и все. Я не верю в случайности, я не верю в то, что какой-то псих-парень просто взял и застрелил человека. Ну давайте, наверное, на самом деле разберемся, что вообще произошло. То есть Трамп приехал, если я не ошибаюсь, в Пенсильванию на митинг, на предвыборную, предвыборная гонка. То есть они ездят, агитируют, рассказывают про себя, туда-сюда, кто, какая политика у них, отвечают на какие-то вопросы. Да, такие вот моменты. В Америке, кстати, очень популярны. Например, в наших странах такого нету. И произошло следующим образом то, что он, кстати, повернулся. Очень интересно, да, он вот так он повернулся. И стрелок в этот момент выстрелил. Это молодой парень, кстати, уже про него все известно и все понятно. 20 лет, который сидел на крыше на расстоянии приблизительно в 100 метров, выстрелил несколько раз, ранил охранника и одного охранника, если не ошибаюсь, убил. И, естественно, буквально через 3 секунды этого парня службы безопасности застрелили. Ну вот реально, давайте реально подумаем. Если все так вот складывается, будет ли парень застрелен в эту секунду? Нет. На самом деле все знали. Я уверен просто с вероятностью, вот не знаю, вот 80%, что знали службы. Объясню почему. Сейчас появляется, почему я это снимаю видео не в тот же день, а вот буквально через несколько дней. Сейчас появились видео, где люди, которые стояли на этом же самом митинге, да, сбоку, они видят, вот сейчас обратите внимание, они видят, что там лежит парень с винтовкой. На протяжении 30 секунд идет видео, и видно, что люди даже звонят 911, сообщить о том, что какой-то парень на крышу залез и хочет что-то сделать, кого-то убить. Соответственно, да, просто так на крышу с винтовкой редко кто лазит, да, по воробьям не стреляют. Логично. Куда смотрит Федеральная служба безопасности? Никуда. Потому что что? Потому что просто халатность. Абсолютно никому не интересно. И скорее всего это все проплачено. Так же, как и с Кеннеди. Это скорее всего все не просто так произошло. И его в эту же секунду убили, этого парня. Как такое вообще возможно, что, значит, этот парень стреляет в Трампа. И его убивают через 1-2 секунды. Как, скажите, пожалуйста. Парень почему промахнулся сейчас, если на самом деле посмотреть вообще, что люди пишут там в Фейсбуке, в ТикТоке и в Инстаграме, то фраза Камилы Харрис, которая как промахнулся. Типа как промахнулся. Все так надеялись, что он попадет туда. Блин. А теперь он промахнулся. И что же ждет демократическую партию? Ее ждет лютое поражение, только если второго не будет покушения на Дональда Трампа. А скорее всего на него будет покушение. Так как вы знаете, вообще в Америке и наверное, как и в некоторых еще европейских странах, на самом деле партия республиканцев и демократов, она поддерживается богатыми людьми. Они ее спонсируют. Если вы никогда это не знали, так вот, деньги на выборы берутся не просто так, с улицы. Когда в Украине на Майдане раздавали гречу, кто-то за это заплатил. Кто-то заплатил за гречу, чтобы ее раздать вам и под этим предлогом вас взять на свою сторону. Голосуйте за нас. Мы хорошие. Разом-то нас богато. Нас не подолаты. И здесь происходит ровным счетом то же самое. Богатые люди финансируют демократическую партию сейчас. И после просто провальных дебатов, вы можете тоже, кстати, посмотреть дебаты Джо Байдена, нынешнего президента Америки и, я так понимаю, реально будущего президента, потому что сейчас его рейтинг просто взлетел в космос. Просто взлетел в космос. Реально это, это реально новый президент будет. Я вам даю гарантию. Реально новый президент. Если его не грохнут. Если он как-нибудь, как говорится, доживет. Он уже, кстати, назначил себе заместителя. Вот этот парень, который точно таких же взглядов, как и Трамп, который против однополых браков, против абортов, против нелегальной эмиграции. Против поддержки НАТО, что Америка только вкидывает туда все свои деньги, а все остальные страны сидят и так, знаете, пару баксов закинули, сидят довольны, зато имеют, как говорится, грибок защиты. Вдруг что случится, да? Под пятую статью, которая попадает. И в этой всей ситуации мы смотрим на то, как реального кандидата чуть не застрелили. Я вам скажу. Скажу честно, я профессионально занимался биатлоном. Я выполнил норматив мастера спорта Украины, стал абсолютным чемпионом. И это в трех дисциплинах. Это подтягивание на перекладине, стрельба и лыжная гонка 12 километров. Я выиграл и стал абсолютным чемпионом. В то время не было ни одного человека быстрее меня, точнее меня стреляющего и больше подтягивающегося. Так вот, этот парень, я вам сразу скажу, он просто перенервничал. Вот и все. Ответ очень простой. То есть на самом деле, когда я, например, подхожу к рубежу и стреляю, стреляю я очень хорошо, я знаю, я могу попасть в вишню с расстояния 50 метров. Парень промахнулся с вот такенной головы, просто перенервничал, вот и все. Но его застрелили в следующую же секунду, да? Как метко и четко работают службы. Есть, как говорится, мысль о том, что нужно об этом подумать. Потому что сейчас это просто так не заботится. И самое главное, Джо Байдену это не проститься. Джо Байден почему сейчас переживает за все это? И хочет даже закрыть кейсы, которые были открыты на Дональда Трампа. Если вы не знаете, на него открыты два уголовных случая. Первый, кстати, в штате Флориде на него... Ну, не в штате Флориде, но во Флориде был на него кейс за хранение документов, которые запрещены, чтобы были у вас дома. То есть якобы он скрывал какую-то секретную информацию и хранил эти документы у себя дома. Так вот, вчера этот кейс закрыли. Второй кейс, это то, что у него была связь с девушкой легкого поведения в каком-то там 18-м или 17-м или 16-м году. И он с денег, которые ему выделили на выборную программу, вот эту вот как сейчас всем дают демократам и республиканцам, им спонсоры платят деньги за это все. Естественно, все красиво замазано, типа все хорошо, все прекрасно. На самом деле мы знаем, есть конкретные люди, имена и кто что проплачивает. И открыли на него кейс, якобы с какой стати ты эти деньги выделил на то, чтобы заплатить порно-звезде за ее молчание. И что вы думаете? Сейчас Джо Байден хочет закрыть этот кейсик. Ничего не напоминает? Мне кажется, здесь абсолютно все понятно. Точно так же, как и то, что если Трамп победит, то сыночек Джо Байдена сядет, просто даю гарантию, сядет парень за свои делишки в Украине. Что, никто не знает? Все знают. Все знают на самом деле, кто чем занимается. Просто кто при власти, тот и заказывает музыку. Знаете, у меня есть денежки, вы танцуете. У меня нет денег, ну все, я танцую. Так и здесь, ровным счетом все то же самое. И эти, кстати, все люди, которые спонсируют сейчас демократическую партию, 90 миллионов долларов инвесторы не хотят сейчас платить, то есть давать на выборную гонку, в связи с тем, что они хотят замены Джо Байдена на кого-то другого. Понимаете? А сейчас Джо Байден что? Он боится, если он уйдет, его сыночка могут посадить. И поэтому он говорит, моя вся семья за то, чтобы я шел на выборы. Дядь, ты вообще себя видел? Ну, к сожалению, конечно, у нас такой президент, где абсолютно каждый сейчас американец, это реально просто сейчас везде, абсолютно везде, каждый американец задается себе вопросом после вот этих вот дебатов, дебатов, кто вообще управляет страной, кто вообще у руля, кто дает отмашку, что делать. Он со ступенек не может нормально спуститься, он здоровается с пустотой, он слов связать не может, он недавно президента Украины Зеленского назвал Путиным. Я просто удивляюсь, то есть, ну, как бы я ничего против не имею, ради бога. Но, дед, тебе пора уже на пенсию, давай, камон, пакуй вещи и едь отдыхай куда-то на Гавайи, все, хорош уже там лезть. Но боится за своего сыночка, все боятся, все держатся за свое местечко. Вот и все. А придет Дональд Трамп, 100%, все это быстренько, начнутся одни уголовные дела за другими. Он поставит просто везде своих людей, и все. Если вы подумали, например, слушай, да ты за республиканцев, а вы, например, там за демократ. Да и вообще ни за кого. Никто из них на самом деле не управляет страной. Страной управляет кто-то другой. А мы просто вынуждены мириться с этим и адаптироваться. Да, правильно, мы должны как-то жить. Ну, с этим будешь жить, ну, хорошо. Это как у вас на работе, у вас начальник поменялся, но теперь мы пляшем под его дудку. Другой начальник пришел, но мы пляшем под его дудку. Но по факту на самом деле выбора никакого нет. Какая разница? Сейчас просто прорабатывается схема та же самая, что и в Украине. В Украине, когда, например, не было выборов, да, по сути, их нету. В связи с тем, что у вас нету кандидатов. Вы выбираете между одним и другим, но они оба идиоты. Кого вы выберете? Вы выберете того, кто вам нравится меньше. Правильно? Здесь абсолютно сейчас та же схема прорабатывается. То есть человек, который мне нравится меньше всего, я за него и не буду голосовать. Если мне не нравится Трамп, значит, я буду голосовать за Байдена и все. Очень простая логика. Абсолютно никакого у вас выбора нету. Он вам предоставляется, но его нету. Я думаю, вы понимаете меня. Пишите в комментариях, кстати, что вы об этом думаете. Какое у вас мнение по этому поводу. Сюда интересно, кстати, почитать. Ну, я реально думаю, выбора нет. Нам дают идею того, что у нас есть выбор. Идею того, что у нас демократия, где вы можете делать, что хотите. Но это одно из самых полицейских государств. Вас накажут за все. Но у государства везде есть отмазка. Понимаете, про что я говорю? Ладно, народ. Спасибо огромное за просмотр. Ставьте пальцы вверх. До новых встреч. Пока. Пока.